Подарки приношу так, кому здесь подарить хрустальную туфу. Подарите меня лучший брит с лоркотином и принесите еще да побольше. Внимание встречающих! Прибыла делегация во главе с Бернардой Альбе. Крайне неожиданный поворот в истории Золушки. Хочется протереть глаза, откуда в детской сказке, выдуманной лоркой обитательницы дома Бернарды Альбы. Дальше больше. На сцене появляются герои «Боинг-Боинг», «Грозы» и «Тартюфа». Спектакли лихо сменяют друг друга, меняются и костюмы актрисы Натальи Воробьевой. Здорово за одну жизнь прожить несколько жизней, какие-то попытки этих жизней, почувствовать других людей, другие характеры. Это же классно, на самом деле, не только ты пытаешься стать кем-то, твои партнеры, твои друзья тоже меняют. Это же так прикольно, так здорово. Вдруг, вау, вон ты какой оказывается, северная олень. Суточное представление только раз. Сотканная из ролей Натальи Воробьевой и посвященная ее юбилею сейчас репетирует в драмтеатре. В шоу будет участвовать почти вся труппа. За что ее любят? За то, что она такая маленькая, вот, за то, что она такая вот хорошая, такая славная, и она, она похожа на ребенка, за это, наверное, ее и любят. Станиславский сказал, будьте как дети, вот она пытается быть и ребенком, и на сцене, и в каждой роли искренней добиваться каких-то определенных вещей, и за это ее любят, и за профессионализм, конечно, и отношение к своему делу. У нас были спешные казусы с ней. Она боится высоты. Она преодолела этот страх, по крайней мере, на время этих двух часов, играя в спектакль «Сон в летние ночи», через большой-большой шарик на высоте трех метров, прямо перекатывалась через этот шарик, жонглировала, делала фокусы, преодолевала страх перед той, что она боится высоты. Отважный человечек. В ее гримерке подарки от поклонников и маленьких учеников, плакаты с лицами любимых актеров. Эту стену Наталья в шутку называет иконостас. По соседству микроволновка и чайник. В этой комнате проходит большая часть будней актрисы. На туалетном столике малая часть грима, портрет сына и, конечно, кипа сценариев. В них роли одни любимые, другие вымученные, третьи в какой-то момент преподавшие Наталье жизненный урок. Вот, допустим, когда я готовилась к роли Анны Франк, я читала ее дневники этой девочки. Какой-то у меня был не совсем, ну, в личном плане, ну, как-то не очень благополучно. И как читая эти дневники, работая над ролью, мне как-то, ну, блин, люди тут война, есть, нечего, на чердаке сидят. И так она думает, мыслит дневники, пишет, мечтает стать писательницей, а ты тут дурака валяешь. Юбилей этой трогательной хрупкой женщины на большой сцене драмтеатра пройдет 1 апреля. Представление только раз покажут в 6 вечера. Ольга Америна, Василий Попурин. Новости ВУЛФД.